подружки привет у меня тут нарисовались буквально две минутки когда я могу спокойненько с вами тут просто посидеть и немного поболтать поскольку сегодня у Арса появилось немного свободного времени завтра он уезжает в Москву в этот раз конечно не на так долго как в прошлый то есть не на всю неделю а он уезжает по моему 4 дня наверное и мы снова остаемся с детьми дома поэтому сегодня он взял немного времени для того чтобы побыть с мелкими и чтобы дать мне хотя бы немного времени вот сходить в душ помыть голову вот по моему голосу наверное вы слышите что я тут гундошу все потому что мелкие меня добили то есть они решили что мы в одной лодочке и когда они потонули то потащили меня вместе с ними сказали мать мы тебя слишком сильно любим чтобы вот эту поездочку веселую переживать без тебя поэтому ты поедешь со мной и собственно я простыла ровно так же кони у меня нос заложен какой-то непонятный внутри вот такой вот кашель неприятный в общем я как бы не в лучшей своей форме но тем не менее чувствую себя сравнительно хорошо и поэтому можно жить вчера мы были у педиатра на вторичный второй осмотр поехали в болтмет к тому же доктору которая осматривала детей дома когда мы доктора вызывали ну и собственно их посмотрела хорошая новость в том что сильно дела у нас не ухудшились плохая новость в том что дела сильно не улучшились то есть у них до сих пор протекает их вирусная инфекция уже понятно что это орви только добавилась еще еще несколько веселых деталей то есть у рема помимо рина аденаидиды который у него был добавился рина фаренгит тубатит потом еще трахеобронхит ну и собственно вот нам сейчас уже нужно делать ингаляции нужно капать в уши антибиотик нужно также в нос капать лекарства ну и собственно продолжать наше лечение следовательно это означает что и на этой неделе мы в садик не пойдем да и на следующий мне кажется мы не пойдем потому что даже если повезет ему на этой неделе с этой всей фигней справимся что мне кажется маловероятно хотя лечение там всего пять дней в любом случае ребенка еще недельку подержать дома нужно для того чтобы он как бы в себя пришел и уж наверняка выздоровел перед тем как отправить его в сад вот что касается грантика у гранта все так же как и было сопли уменьшились только добавился бронхит то есть у него ровно так же курем он начал кашлять теперь моя крошка тоже кашляет ингаляции мы кстати тоже делаю вчера был первый день когда я делал эти ингаляции рэм их выдержал очень очень хорошо грант тем более потому что гранту ингаляцию я делала во время его одного из его дневных снов единственное что детская маска естественно на его личико она большая то есть она вот прям закрывает все лицо в аптеке мне к сожалению не сказали доктор тоже не предупредила что младенцу нужна отдельная специальная маска и я как бы вот в этом своем в общем раздрая я и об этом не естественно не подумала поэтому пока делаю ингаляции с детской маской после ингаляции мою его личико и заказала на озоне младенческую масочку которая вот прям для маленького маленького малыша понятное дело что гранту сделать эту ингаляцию с одной стороны легче потому что ну ребенок спит и спит дышит и дышит но с другой стороны тяжелее потому что мне нужно его практически вертикально держать для того чтобы вот эта маска и емкость которой раствор чтобы это все вертикально стояла и не было под наклоном иначе там вот эта жидкость она не попадает собственно аппарат не работает так как нужно ну и поэтому мы вот так вот с ним вдвоем как только он засыпает так хорошенечко я сразу уберу на коленки сажусь и масочку на лицо но сегодня попробую снять надеюсь получится и покажу вам как у нас процесс проходит во всем остальном конечно я по этому поводу переживаю но стараюсь очень так позитивно спокойно без лишних эмоций просто ну как бы концентрироваться на том что малышей нужно сейчас лечить нужно им помогать и все ничего трагичного у нас не произошло да неприятно да это означает что там рэмп хуже спит он ко мне опять приходит по ночам и кстати говоря у него еще боли роста в ножках его беспокоит или так называемый детский артрит когда малыш растет я насколько понимаю если правильно понимает своих подружек это у мальчиков ой мальчикам очень характерно но обычно как вот мне вот уже моя подруга доктор сказала что в старшем возрасте хотя ну вот у таких малышей тоже очевидно бывают то есть там что зачем-то не успевает и вот по мере роста костей в общем у них такие боли артрита возникают и поэтому нужно массировать если уж совсем никак обезболивающее дать так вот уровень от вся история она по ночам происходит и сейчас только я поняла что это и оно было когда он ранее указывал на ножки и плакал когда просыпался по ночам ну в общем с этим мы тоже разбираемся а так все у нас хорошо мы с детьми дома я более-менее схему свою разработала как максимально максимально безопасно комфортно и как того для нас для всех благостно проживать наши дни вот двумя малышами чтобы не сходить с ума но конечно же каждый поход на улицу он для меня как будто бы вау помимо моей квартиры существует еще мир я как будто знаете в трех таком в трех годовом заточении этот дом сижу и для меня уже в удовольствие даже в аптеку в дождь куда-нибудь пойти просто прогуляться хотя бы две минуты вот а так все остальное время провожу здесь и конечно же кайфую в своей спальне потому что у меня здесь наше покрывало новое от которого я просто полном восторге оно льняное и супер вот просто качество зары хоум меня дико-дико радует смешной случай это из серии отношения мужа и жены значит арс меня спрашивает а я же говорю сегодня привезут нам покрывало я заказал покрывало он такой о сколько стоит я такая и тут я поняла что очень выгодно что я говорю на языке мой родной язык он отличается от языка родного моего мужа я тут же перехожу на латышский я им говорю четвердесят септени он такой что я гучатэдэсэнсептени он такой смотрит на меня смотрит на меня 487 я гнаээ четвердесят септени он такой 47 я говорю яааа у него сразу варежка так открывается он явно бледнеет глаза это уже по пять копеек он говорит 47 тысяч покрывало ты что сдурело что ли Я говорю, не-не-не-не, дали уздиви. Он такой, что? Я говорю, дали уздиви. Диви. Он такой, на два делить? Я говорю, тешита, дали уздиви. Он такой, двадцать три. Я говорю, бинго, дил десентрис, тух, туши, лёте ла бацана. Он сказал, знаешь что, ни твои дил десметрис, ни твои четвер десенсептени, это вообще ни в какие ворота не лезет. Ты что, с ума сошла, покрывала за двадцать три тысячи? Ну и тут, конечно, мне пришлось очень долго объяснять человеку логику покупки моей хорошего, дорогого покрывала, чтобы не приходилось, как, например, со всеми нашими, например, жалюзи из Леруа Мерлен и киевские вот эти вот карнизы все, чтобы не нужно было это покрывало, вот ровно как эти все вещи, выкидывать буквально через три месяца, потому что все это просто ломается, все это приходит в какой-то непонятный вид, и ты, в общем, ты в квартире своей недоволен, ты смотришь на это, тебе не нравится, и ты понимаешь, что это вот вообще не туда и никак, и вечно вот не в попад. Поэтому, в общем, я отстояла свое покрывало, муж не заставил меня его возвращать, и, собственно, сейчас я могу радоваться на своем супер льняном покрывале, ну и, в общем, он тоже на него так поглядывает. Вроде бы, как бы, он в своей голове, я вижу, пытается себя уговорить и объяснить, что покрывало-то, наверное, классно, но, в общем, он как-то смотрит, и что-то как-то вот этот горчичный цвет и мятый вид, и льна, ну как-то вот, ну, блин, не на 23 тысячи катит, вот 4700 прям нормально, а 23, ну как-то нет. Ну, в общем, я шикобаба, что поделаешь, вот как есть. Ровно так же, как и в садике. Мы, если помните, первый день в саду, мы фотографировались, и нам написала наша воспитательница, сказала, родители, фотографии готовы, приходите. И скидывает список, значит, оплат, кому сколько оплатить. Ну, естественно, долго думать не нужно, где я, и как бы в списке имя искать не нужно. Можно просто по сумме посмотреть и понять, где я заказала свои фотографии, потому что все как нормальные люди. Там два экземпляра, ну, побольше, поменьше, или там групповая и портретик маленький там, ну, грубо говоря, 500 рублей, 350 рублей, 600 рублей, 350 рублей. Дацулечка заказала 600, 500, 350, эти в двух экземплярах, потому что мне же бабушкам еще надо. Ну, короче, в общем, заказала я фотографии, сейчас покажу. Вот она, фотография моего крошика, посмотрите, какая прелесть. Я просто не могу. Обычно, конечно же, вот эти фотографии детсадов, они прям такие, ну, бывают. Знаете, как вот сфоткает криворучка, так сфоткает, и непонятно. Но тут вот просто, ну, я не знаю. Я, конечно, предвзято на это смотрю, потому что я матушка, но мне кажется, это просто великолепие какое-то. Он такой замечательный, такой он милашка, такой он крошик своей рубашечки. Ну, короче, я вот прям млею, поэтому тут же в рамку поместила, и, собственно, сижу тут и смотрю на эту фотку целыми днями. Бабушка наша мне распечатала две такие чуть-чуть поменьше, и, конечно, у нас есть групповая фотография. Групповой не буду показывать, потому что там лица других малышей, и явно мамочки будут не сильно довольны, если я буду, в общем, на всю Россию матушку их показывать. Ну, по крайней мере, разрешения мне никто не давал. Поэтому вам только одна фотография моего пупсика. Вот так вот это все выглядит. Смотрите, какая прелесть. Я прям довольна. А, кстати, ровно так же, как я и довольна своим молокоотсосом. Я его как-то вам пару раз показала, но больше никаких своих отзывов не давала. Собственно, сейчас мы им пользуемся уже сколько? Ну, получается, два месяца. Я вам скажу, что это просто наикрутейший молокоотсос, который можно было бы представить. По крайней мере, мне он зашел вообще великолепно. Каждый раз, когда я сцеживаю грудь, я сцеживаю, неважно, правую или левую, минимум 100-120 миллилитров. А те мамочки, которые сцеживаются, они знают, что такой объем, каждое сцеживание – это просто супер. Это очень много, и это очень круто. Это, считайте, порция вот такого уже подросшего младенца. Вот на раз можно сцедить, и это очень-очень круто. Заряжается он с USB. Единственный минус, который я в нем заметила, он не очень корректно выдает объемы в приложении. То есть он говорит, бутылка полная, а иногда снимаешь, а она, ну, не полная. То есть там еще добрых 40 миллилитров можно донабрать. И я, когда вижу, что он мне говорит, что бутылка полная, я все равно нажимаю play, ну, то есть запускаю его заново, потому что он останавливается. И еще вот раза 4-5 вот так вот после каждой остановки нажимаю и игнорирую его сообщение о том, что бутылка полная, и все. И тогда действительно бутылка у меня получается полная. Так что, подруженцы, кто ищет идеальный портативный вот этот молокоотсос, который просто помещается в бюстгальтер, и можно с ним, в принципе, передвигаться без проводов, пожалуйста, обращайте внимание на вот эту прекрасную штуку. Так, ну вот и Рэмик у нас. Вчера первый раз, когда делали, он прям сидел, сам держал, а сегодня как-то не захотел. Что-то расплакался, поэтому мы ему помогаем. И по рекомендации доктора надели маску, поставили мультик, и все, ребенок смотрит мультик и дышит своей ингаляцией. Ну все, пара уже осталась совсем чуть-чуть, следовательно, раствор заканчивается, поэтому очень скоро сможем маску снять. И все, первая ингаляция на сегодня закончена. Котенок, чего ты там лижешь? Уши у нас оранжевые, потому что в уши мы капаем, у нас в ушках немного жидкости, следовательно, уши мы тоже лечим. Так, а печенюшечка моя любименькая тут спит. Губежечки мои, сладкие. Да, все говорят, что это папина копия. Ну да, наверное, папина копия. Я вообще, у меня не работает этот радар, сказать, кто на кого похож. Я это и схожесть свою с Рэмом очень долго не видела. Ну вот, все говорят, что это прям копия папа. Вот так вот он спит у меня тут. Я его сейчас и днем на его сны пеленаю, потому что я поняла, что он так спит намного-намного лучше. В общем, по крайней мере, подольше он спит. И наши шумы его тоже не беспокоят. Но в целом мы пытаемся, конечно же, сильно не шуметь, когда он спит. Ну, с Рэмом об этом, конечно, не договориться. Но, тем не менее, мы уже ему тоже рассказываем, что тихо, братик, спит, поэтому давай сильно не шуми. И еще, если говорить не совсем про сон, про то, как ребенок может проводить время в своих кроватках, манежах и шезлонгах, вот нам, друзья, подарили вот такую вот дугу. Это дуга от фирмы «Жирафик». И, в общем, здесь яблочко такое вот красненькое, потом пчелка с клубничками, листик, ну и все, наверное, остальное. Это мы тут повесили свои коровы и зебру, чтобы когда Грант лежит, он мог ручками свободно касаться и их, в общем, качать, и они тут гремят. И я заметила, что он, как только начал фокусировать свой взгляд, он с большим-большим интересом на эту дугу глазеет и дольше проводит время вот как раз-таки за игрой с этими игрушками. То есть он не плачет, не психует, а прямо увлеченно играет, и ему дико-дико нравится. И тут я решила, что, наверное, следует мне заказать мобиль, который я не покупала, поскольку Рэму он вообще не зашел, и мы им не пользовались. А вот для Гранта, я думаю, это была бы хорошая штука. Причем мобиль, который с проекцией. Особенно вечером, когда он ложится спать, чтобы вот эти вот там какие-нибудь там летающие звезды или что там еще летает, чтобы они его прекрасно усыпляли. И таким образом мы уже подходили немножечко к обучению самостоятельного засыпания. Ну и вот, я тут решила попробовать вот такую вот штуку. Заказала на Озоне. Стоила она 2 600. Фирма Тайни Лав. И вот такая вот универсальная штука, универсальный мобиль, который крепится на кроватке типа манежа. То есть, если смотреть на нашу кроватку Чика, это то, что нам нужно, поскольку обычный мобиль сюда никак не подойдет. Край у нас закрыт. Ну и вот, я решила не брать большой, который как раз-таки с проекцией. Поскольку у нас здесь в доме есть вот такая вот прелесть от... Господи, как это называлось это? Как называлась фирма? Зазу. Зазу, вот. От Зазу. Это кошечка Кики, по-моему, ее зовут. И у нее здесь есть проекция звездочки. Я как-то сравнивала ее с нашей черепахой, вам ее показывала. И в целом была, ну как сказать, если сравнить с нашей черепахой, была не сильно довольна. Но если рассматривать эту кошечку отдельно, как таковую, для младенца прям здорово. В темной комнате, ну нормально. Потолок у нас в звездах и в луне. И вот, так как проекция у нас есть, я решила взять маленький мобиль, который без вот этих звезд, и просто который крутится, ну и самое главное, да, крепится на вот эту маленькую кроватку. Плюс ко всему, можно отцепить, взять с собой в... Как ее? В коляску. Ну и, короче, прицепить куда угодно. Открыла я коробку. И тут же ее закрыла. Дрянь, короче, редкостная. Говнище бабы просто жесть. Я вам скажу, нет смысла тратить деньги на эту вещь. Хотя я очень люблю Танни Лав. Но вот эта вещь, она просто жуткая. Ну и вот сама игрушка, сам мобиль. Он какой-то, ну я не знаю, он какой-то скудненький и бедненький. И какой-то уж очень такой, вот знаете, вот как-то вот... Ну не очень. Вот я на него смотрю, и думаю, ну что за херня. Ну вот прям все как-то тут бирюзово, там не бирюзово. И вот если ребенок снизу на него смотрит, ну вроде бы окей, а вроде бы нет. Ну в общем, я не поняла вот эту штуку. Музыка играет очень-очень тихо, вот очень тихо. Регулировки, конечно же, нет. Поэтому я решила не пользоваться и сдать. Дабы не быть голословной, быстренько вам продемонстрирую. Ну вот, смотрите, моя, значит, кроватка. Я устанавливаю и прикручиваю. Вот прям закручиваю, закручиваю, закручиваю. Вот уже больше прям не закрутить. До свидания. Ну и на ребенка, на голову, это все дело и упало. Если как бы быть отчаянной матушкой, можно попробовать на вот угол прикрутить в надежде, что здесь будет немного лучше эта история. Потому что здесь потолще как бы. Ну да, держится. Ну и вот так криво-косо он висит. Батарейки ставить уже не буду. Ну, я думаю, поверите мне на слово. Он очень медленно крутится и очень тихо играет. И учитывая, что здесь нет ни света, ничего, ну, конечно, ребенок его увидит. Потому что само расстояние, оно нормальное, да, там не более 30 сантиметров. Но, короче, этот мобиль не стоит того. Тогда уже лучше добавить денег и купить от того же Tiny Love их большой мобиль, который уже с более интересными игрушками. И, в общем, ну, как-то вот так вот. Я решила его вернуть. И рассматриваю возможность купить тогда от Chica их специальный мобиль, который предназначен именно для этой кроватки. Вот такая вот неудачная покупка, которую мы вернем, если Рэм ее не сломает. До того, как я обратно в коробку это все дело помечу. Стоять! 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 Отдай мне коробку! Все, мать победила! Все, мать победила! Отдай коробку! Нет, Рэм победил! Ну вот, подруги, короче, так я возвращаю озону вещи. Давай сюда! Смотри, птичка! Смотри, птичка! Вертолет! Все, мать победила! Ну, короче, вот так мы и живем. Кстати, маленький этот демон проснулся с абсолютно сухим своим подгузником Black Rabbit, и поэтому мы, собственно, в доме пока бегаем с подгузником. Ну, чего его выбрасывать, да, если он сухой и чистый? Нет, котенок, нельзя забираться! Нет! Нельзя забираться! Нельзя! Нельзя! Я бы тебе предложила, конечно, но мы же не на площадке, поэтому забираться нельзя. Давай, ты мне расскажешь, что ты хочешь там на полке. Давай, иди сюда! Ну, чего ты хочешь тут на полочке? Давай, показывай! Чего надо? Давай, возьми! Фломастеры ты хочешь рисовать? Ну, давай, бери свой фломастер и пойдем рисовать. Ну, давай, сначала одну ногу, потом вторую, аккуратно. Вот эту ножку. Вот давай, вот эту ножку. Ну, давай. Вот, садись. И вторую. Бам! Ну, все! Попа большая! Давай, сейчас дам тебе кукурузинки. Так, листок кукурузинки, которые у нас здесь. Кстати, кто меня часто спрашивает про контейнер? Апчи, будь здоров! Как называется? Это контейнер. Манечкин, поймай печенье. Офигенная штука. Ну, все. К рисованию готовы. Давай, занимайся. Вот, подружки, смотрите. Вот такой вот я купила ингалятор компании Amron. В целом, есть две японские самые лучшие. ND и Amron. Ну, Amron считается получше, наверное. Поэтому я и купила этот. Здесь есть маска для взрослых и маска для малышей. Следовательно, вот эта маска для детей. И, как я уже сказала, я заказала отдельно маску для младенца. А тут все наши лекарства, которые мы использовали с самого начала. И некоторые из них используем все еще сейчас. Для того, чтобы вылечить малышей и побороть нашу вирусню. У тебя тут дизайнерская одежда, да? Ну, супер. Мне кажется, очень красиво получается у тебя, котенок. Прямо великолепно. Ну, чего ты там? Сапелюшка моя. Пора тебе сопли чистить, да? Давай почистим тебе носик. В общем, нос я все еще ему чищу при помощи отсасывания. Больше не промываю. Поскольку все еще ему нельзя промывать, чтобы это все дело дальше не забивалось. Так как у него уже в ушках есть жидкость. Ати-то нет. И вроде не трагично, но тем не менее. Кстати, мы анализы сдали для того, чтобы посмотреть, нет ли вот этих всех вирусов герпеса и прочих, которые как раз-таки провоцируют... Эй, не в рот! Которые как раз-таки провоцируют воспаление и увеличение всех вот аденоидов, лимфоузлов и отек и носа, и ушей, и горла, и всего-всего-всего. Но по анализам ничего ужасного прямо не увидели, поэтому это хорошо, температуры нет, но остается только лечить и долечить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажи маме, как ты спишь, как ты спать идешь? Вот так вот прямо. Кстати, подружки, я вчера заходила за этими фотографиями в садик, и как раз был тихий час, малыши спали. И вы не поверите, в нашем садике малыши спят в достаточно темном помещении. Там прям зашторивается все, и они прекрасно себе спят вот прям как надо. То есть не при дневном свете они спят, что для нас отличные новости. Блин, меня после первой беременности переклинила на газированные напитки и газированную воду. И теперь я вот прям для этого скрежета зубов хочу газированного, а еще апельсинового. Теперь я пью сан-пеленгрино. Мне кажется, хуже только фанту пить. Эй, привет, печенюшка! Ты проснулся! А ну-ка, улыбнись, маме! Привет! Привет! А привет! Кто такой печенька хороший? Привет! Ну, давай потягушки свои! Давай свои потягушки! Да, из пеленочки тебя достали. Мне, кстати, подружка моя Лейла отдала свои пеленки, вот эти с вадлми. Мы ими тоже пользовались, когда Рэм был совсем-совсем маленький первые месяцы. В общем, ей с ее малышом они не понадобились сейчас. А Грантику прям супер зашли, потому что он любит пеленаться с ручками вниз. И наши остальные пеленки, Love to Dream, вот эти наши бантики классные, и Оланд, Кокон, все это нас ждет. И я надеюсь, что мы сможем попользоваться этими пеленками уже чуть позже, да? Ну, у Рэма тоже такая история была, да? Потом ему нравилось. Эй, скажи привет! Скажи, мама, привет! Ладно, нам пора есть. Сейчас мы поедим, и потом будем делать вторую ингаляцию. Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля? Нет? Ну ладно, пока!